В стенах администрации Каспийска состоялась 34-я сессия собрания депутатов Каспийска 7-го созыва, в рамках которой глава города Борис Гонцов рассказал об итогах прошлого года. Он отметил проведение большой работы по организации помощи военнослужащим и их семьям. Особое внимание мы уделяем работам из семьи военнослужащих в решении социально-бытовых вопросов, помощи в трудоустройстве, получении социальных выплат, содействия финансового характера, получении дополнительного образования детей, приобретении лекарственных препаратов. Такую адресную помощь уже получили более 700 жителей города. К глубокому сожалению, 64 военнослужащих Каспийска погибли в ходе проведения специальной военной операции. Да и их детей, а также детям, чьи родители являются военнослужащими, действуют в годах для внечерного зачисления в детский сад. От родительской палаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образованиях. Помимо прочего, в текущем году для участников СВО и их семей также была проведена работа по газификации, водоснабжению и водоотведению. Подобную поддержку представители администрации совместно с главой города будут оказывать и в 2024 году. Кроме того, в 2023 году было создано 1146 новых рабочих мест и повышена средняя месячная заработная плата на 16%. А также был зафиксирован прирост доходов в сумме 121 миллиона рублей. Положительные показатели также были достигнуты в сфере дошкольного и школьного образования. Открыты новые детские сады, школы, а также проведены капитальные ремонты в ветких образовательных учреждениях. В 2023 году произведен капитальный ремонт 14 МКД. Общей площадью свыше 35 тысяч метров квадратных. На сумму 76 миллионов 47 тысяч рублей. Также в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды на территории города благоустроено 5 дворовых территорий и 4 общественные территории. Кроме того, в ходе сессии были подняты следующие вопросы. Итоги оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел муниципалитета, бюджет городского округа города Каспийска, утверждение структуры собрания депутатов, изменения в отдельные муниципально-правовые акты и многое другое. По первому вопросу об итогах служебной деятельности отдела внутренних дел выступил заместитель начальника МВД по городу Каспийск Зерар Зераров. Он отметил, что в 2023 году служба отдела осуществляла оперативно-служебную деятельность по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. В соответствии с директивой МВД России в связи с эффективной работой сотрудников МВД по городу Каспийск в 2023 году криминогенная обстановка на территории обслуживания отметила снижение количества зарегистрированных преступлений на 11%. Отделом МВД России по городу Каспийск принимаются соответствующие меры по выявлению, документированной пресечению фактов распространения в местах массового пребывания людей материалов с призывами к бойкотированию избирательной кампании, изготовлению или размещению агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах. В этом вопросе отдел рассчитывает на оказание содействия депутатским корпусам города Каспийска, в том числе своевременном информировании о полученных сигналах, возможных противоохранных действий на территории городского округа в период подготовки и проведения выборов. В прошлом году в числе приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел оставалась борьба с незаконным оборотом оружия и наркотических средств, а также повышенную значимость сохраняли вопросы противодействия наркопреступности, особенно в молодежно-подростковой среде. В завершении доклада Зираров заявил, что основные цели будут направлены на повышение уровня безопасности наших граждан. Одним из важных вопросов, рассмотренных на собрании, стало утверждение перечной недвижимости имущества, планируемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную. В августе 2023 года в администрацию Каспийска поступило обращение от заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова с просьбой передачи в федеральную собственность Российской Федерации 93 жилых помещений общей площадью 5515 квадратных метров. Поскольку распоряжение фактически производится, указанное живым фондом, проводится Министерством обороны Российской Федерации в лице Федерального государственного автономного учреждения, по заявкам которого мы, муниципалитет, заселяет туда людей, заключает договоры социального найма. И таким же образом, по указанию данного федерального государственного автономного учреждения, принимает решение о выселении лиц в округе. В связи с данным постановлением администрация Каспийска считает возможным передать федеральную собственность Российской Федерации недвижимое имущество и предлагает принять решение о безвозмездной передаче недвижимого имущества муниципальной собственности в федеральные. В завершение собрания депутатов были внесены изменения в состав собрания депутатов. Таким образом, в собрании депутатов седьмого созыва были избраны новые лица. Это депутат от «Единой России» Марада Даша, депутат от «Единой России» по вопросам здравоохранения, социальной политики и образования Вилибек Гамзаев, депутат от партии «Справедливая Россия», член комиссии молодежи по спорту Ибрагим Ибрагимов. Стоит подчеркнуть, что приняли участие в 34-й сессии собрания депутатов председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов, заместитель председателя собрания депутатов муниципалитета Азалиева, а также руководители различных ведомств города и многие другие.